Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, нужно потратить несколько минут вашего драгоценного времени, чтобы оценить ситуацию, которая сложилась на финансовых рынках, и посмотреть, с чем мы имеем дело сейчас в плане новостной картины, и как нам действовать по нашим излюбленным инвестиционным идей. Вчера у нас была крайне насыщенная торговая сессия. ФРС, безусловно, это то событие, которое сейчас приковывает к себе все больше и больше внимания, потому что мы неуклонно движемся к заключительному заседанию американского регулятора в этом году, к декабрьскому, где уже фактически обещано то, что ставки будут подняты. Вчера надежды на то, что такие изменения произойдут, были, конечно же, призрачны. Мы не строили каких-то особых предположений того, что ФРС может начать действовать в ноябре, поскольку знали, что этого не случится. Собственно, наши предположения оказались оправданы. Мы просто лишь убедились в том, что ставка сохранена на прежнем уровне. Но вот те комментарии, которые были озвучены после этого, оказались, на мой взгляд, крайне жесткими. И если бы не эта неприятная ситуация, которая связана с президентскими выборами, политической темой и с новым изменением баланса сил по общественному опросу, опять же, по количеству голосов за Трампа и Хиллари Клинтон, я уверен, что американская валюта уже бы котировалась рядом с теми целевыми значениями, которые были поставлены нами ранее. Но, к сожалению, на рынке в последнее время очень часто появляются форс-мажоры, и нам сейчас приходится с ними считаться. На текущий момент этим форс-мажором как раз является предвыборная гонка. Мы о ней поговорим сегодня подробнее, поскольку событие, безусловно, приближается уже. Следующий вторник и, наконец-таки, как только мы отыграем его, собственно, на рынке, уберем, соответственно, про запасы. Мы переключимся уже на декабрь месяц, где нас ожидает сразу целая куча заседаний, но это не будут рядовые заседания отдельных регионов, которые представляют для нас интерес. Это, скорее всего, будут заседания фактической решительности, потому что и ФРС, и Европейский центральный банк отложили как раз изменения, о которых мы с вами неоднократно говорили, вот до завершающего аккорда 2016 года. Об этом также поговорим, но начнем мы сперва с рынка нефти, который нас, безусловно, радует. Если бы не нефть, то настроения были бы уже совсем плохими, потому что слабость доллара привела к росту рисковых инструментов, которого мы, собственно, не ждали. Но нефть отчасти компенсирует, конечно же, этот негатив и недореализованность наших окрасочных и среднесрочных ожиданий. Приходится нам терпеть, ждать, но вот что касается бренда, у нас лоу вчерашнего дня 46.48, закрытие чуть повыше 47.06, сейчас актив торгуется на отметке 47.35. Мы с вами замахнулись еще неделю назад на то, что сможем пробраться ниже поддержки 50 долларов за баррель и считали, что если бы это произошло, ну, действительно, нам очень повезло бы. Сейчас мы видим то, что бренд не просто оказался ниже этой поддержки, он реально претендует на то, чтобы добраться до нашего уж совсем далекого ценового ориентира 45 долларов за баррель. И там новостная картина, которую мы с вами анализируем, только убеждает нас в том, что мы все правильно делали, придерживаясь медвежьего взгляда. Я надеюсь, что вы не позволили рынку убедить себя в том, что бренд будет дальше расти, будет 55-60 долларов за баррель. И продолжали верить, собственно, тому фундаменту, который складывается, и собственному видению, которое вкупе с моим позволяет нам более объективно посмотреть на реальную ситуацию. Причины для ослабления нефти. Мы по-прежнему говорим про, может быть, даже самое важное из них, это усиливающееся негативное настроение по поводу ноябрьской встречи в Вене, которая состоится 30 ноября. Скепсис действительно растет. Вроде бы как уже все большее количество стран, которые будут принимать участие в этом заседании, уже сообщили о том, что в одиночку не будут ограничивать производство. И вообще, если даже это решение будет озвучено, то оно крайне маловероятно, потому что ключевые игроки у нас против того, чтобы поддерживать договоренности, которые не то чтобы даже касаются ограничений, даже заморозка в штыке воспринимается. Россия четко дала понятие, что не будет действовать, если Саудовская Аравия, Ирак и Иран не пойдут на такие меры. Ирак и Иран не хотят, собственно, придерживаться этих договоренностей. Да и Саудовская Аравия тоже под очень большим вопросом. Может быть, они и выступают инициатором такой идеи, но мы-то с вами прекрасно понимаем то, что исторические объемы добычи, они нисколько не вяжутся с их желанием стабилизировать ситуацию и восстановить баланс между спросом и предложением. Локальная статистика – это запасы нефти. Следом за отчетом Американского института нефти у нас Минэнерго США. И здесь мы наблюдали абсолютный максимум, потому что запасы выросли не на 2, не на 3, не даже не на 5 миллионов баррелей. Запасы за прошлую неделю выросли на 14,4 миллиона. И можно сказать, что один этот отчет полностью компенсирует то снижение, которое мы наблюдали последние несколько месяцев, потому что это чудовищный прирост. И он, на мой взгляд, является следствием как раз увеличения объемов импорта, который в последнее время вырос на 1,9 миллиона, соответственно, в США. Это по-прежнему неработающие нефтеперерабатывающие заводы. Сейчас, собственно, их около 17% на техническом сезонном обслуживании. И мы знаем то, что параллельно с этим в рамках американской экономики, если говорить про рынок нефти, мы еще следим за количеством сланцевых производителей. Отчет от Baker Hughes завтра у нас, собственно, это статистика. Будем замыкать, собственно, ей неделю. И в случае еще одного подтверждения снижения, точнее увеличения количества платформ, мы будем надеяться на то, что этот рост приведет к увеличению добычи. Параллельно с запасами нефти в США, вы знаете то, что в среду еще публикуется статистика по объемам добычи. И здесь за прошлую неделю добыча выросла на 18 тысяч баррелей в сутки. Это в США до общего показателя 8,52, что оказало дополнительное давление на котировки бренда. Сейчас все сигнализирует и свидетельствует о том, что бренд должен вариться. Ну, соответственно, те, кто цепляется за какую-то поддержку, ну, может быть, это слабый доллар. Но мы видим то, что нефть особо плевать хотела на такую долларовую составляющую сейчас, тогда, когда на рынке у нас более серьезный фундамент. То, что мы сейчас наблюдаем не просто локальную коррекцию, а, возможно, формирование настоящего полноценного нисходящего тренда, я думаю, что это действительно так. И если этот тренд, собственно, наберет силу сплотеть все больше медведей, мы не только доберемся до поддержки 45 долларов за баррелей, мы будем говорить о потенциальной просадке еще ниже. Я даже не могу себе представить, каким разочарованием для рынка может оказаться факт отсутствия каких-либо договоренностей от 30 ноября. Нам остается ждать этой судьбоносной даты, не отказываться от наших идей, которые раньше уже сигнализировали и свидетельствовали о том, что бренд является перекупленным инструментом, и его нужно продавать. Копим, в общем, профит и ждем 45 долларов за баррель. Если уж совсем устали долго находиться в этом активе, как только коснемся этой поддержки, я рекомендую вам закрывать сделки. Ну, а те, кто хочет использовать потенциал большей прибыли, можно будет посидеть их подольше. Российская валюта против рубля, 63.50. Ждали революацию, ее и получили, но еще не предел. Наша цель 64, поэтому предлагаю на рубле сейчас не останавливаться, а двигаться дальше. Европейская валюта против доллара, котировки 1.11.34. Здесь ситуация в целом не изменилась за прошлую торговую сессию. Евро пользуется активным спросом сейчас, и не потому, что тому способствует хорошая статистика, ожидание того, что инфляция будет расти, а ЕЦБ не будет задействовать новые меры экономического стимулирования. Рост евро никак не связан с национальным фундаментом по еврозоне. Единственная причина, которая оправдывает такую позитивную тенденцию, это слабость доллара. И поскольку слабый доллар выпячивает, опять же, защитные свойства таких инструментов, как иена и франк, мы понимаем, что из-за того, что за евро стоит регион, развитая экономика с крайне низкими процентными ставками, европейскую валюту начинают использовать в качестве инструмента финансирования и фондирования операции керри-трейда. Сейчас эта логика соблюдается, и если настроение не изменится по факту неопределенности перед президентскими выборами, мы, к сожалению, сможем увидеть еще более высокое значение по паре евро-доллар. Как действовать? Ну, если уже не терпит, скажем, депозит, трещит по швам, вот-вот сработает стоп-аут, нужно, конечно же, на будущее контролировать риски, соблюдать плечо и сейчас допускать тот момент, то, что восходящее движение будет продолжено. Если вы подходите, опять же, к трейдингу с теми рекомендациями, которые я давал по поводу правила риск-менеджмента, плечо, чтобы было не больше 1 к 10 по депозиту, у вас есть еще, уверен, запас прочности, и тогда не нужно сейчас дергаться, нужно просто ждать, пока европейская валюта пойдет снова к своим оправданным значениям. Как только интерес к доллару снова появится, потенциал с каждым днем усиливается, потому что протокол у нас уже позади. Были ожидания того, что протоколы могут оказаться мягкими, сейчас мы понимаем то, что протоколы были жесткими. И как только политическая тема минует, доллар, соответственно, снова начнет набирать обороты и окажет соответствующее давление на риск инструмента и на своих защитных компонентов, таких как франк и японскую валюту. Поэтому по евро-доллару наши цели остаются неизменной, но теперь нам снова приходится надеяться на скорое тестирование поддержки 1 к 10. Нужно сначала закрепиться ниже этой обланки. Локальную поддержку евро вчера еще указал рынок труда Германии. Количество безработных сократилось на 13 тысяч. Уровень безработицы 6%. Это минимальное значение за все время накопления статистики, то есть с 1992 года, когда произошло объединение Германии. Системно, я надеюсь, вы понимаете, что мы ждем более слабую европейскую валюту, потому что на декабрьском заседании Европейский Центральный Банк с 99% вероятностью продлить действие программы количественного смягчения. И даже контрастность монетарных политик и расхождение доходности соответствующих облигаций будет позволять нам и дальше делать ставку на то, что евро все-таки доберется до планки сначала 1.08 и окажется еще ниже. Доллар японская иена. Здесь можно говорить, конечно же, очень много про причины слабости доллара, но самое главное из них это неопределенность продолжающейся президентской гонки в США. Как показывают последние опросы, результаты общественного мнения, сейчас дистанция между Трантом и Хиллари Клинтон уже серьезно сократилась. И произошло это после того, как на настроение повлияли вот эти инициированные дополнительные расследования со стороны ФБР по поводу переписки, которые связаны с Хиллари. Мы надеялись, что какого-то серьезного, такого долгосрочного резонанса это не будет иметь на рынке Форекс, на рынке финансовых активов и уж точно не пошатнет тот баланс сил, который сложился вот еще на прошлой неделе по поводу, опять же, шансов каждого из этих кандидатов все-таки занять овальный кабинет. Но судя по тем результатам, которые мы видим сейчас, по опросу электората, по позициям американских избирателей, действительно шансы практически уже уравнялись. И если раньше никто не рассматривал вероятность победы Трампа, то сейчас она, в принципе, по шансам практически такая же, как и Хиллари Клинтон. А поскольку Трамп является оплатационистским идеологом, то есть, разумеется, приход к власти именно этого человека будет связано с транслированием такой же идеологии на внутреннюю и внешнюю политику, исторически сложилось так, что такой курс приводит к ослаблению национальной валюты, то есть доллара. Но я бы сейчас не стал вот так вот свято цепляться за исторические прецеденты. На самом деле никто не знает, каким последствиям приведет президентство и Трампа, и Клинтон локальным среднедолгосрочным в отношении американского доллара. Поэтому совершенно не удивлюсь, если победа Трампа знаменует какой-то период бешеного спроса на доллар, то есть вопреки той логике, которую сейчас обсуждают на рынке. Но пока выборы – это событие только в следующей неделе, нам сейчас приходится иметь дело с солнечными настроениями, которые явно способствуют и большему притоку капитала и средства в японскую валюту и в швейцарский валютный инструмент. Доллар и японская иена на текущий момент торгуются на отметке 102.78. Очень низкое значение, особенно учитывая то, что хай у нас был выше 105 иен против доллара. Вчера против американца выставила еще статистика по рынку труда EDP – 147 тысяч новых рабочих мест, против прошлого – 202 тысячи. И поскольку есть корреляционная связь между показателем EDP и Non-Farm Parallels, участники рынка решили, что, может быть, и Non-Farm Parallels отчет разочаруется, соответственно, снизив шансы вероятности повышения процентной ставки. Но я хочу параллельно отметить то, что один отчет картину не изменит. И, судя по протоколам, которые вышли уже после отчета по EDP, по позициям голосующих членов, мы понимаем, что сейчас только два голосующих члена выступают против целесообразности повышения процентной ставки. Чтобы вы понимали, на прошлом заседании их было трое – Розенгрен, Джорджа и Мейстер. Сейчас Розенгрен уже переметнулся, скажем так, на нашу сторону и отметил то, что он будет голосовать за повышение ставок. Осталось переубедить только двоих голосующих членов. Но, судя, опять же, по комментариям, которые мы получили единогласно, то, что экономика растет, риски снижаются, прогресс на рынке труда сохраняется. Показатель ВВП – прекрасный последний, 2,9%, то есть отчет прошлой пятницы, помните, является следствием роста, буста, ускорения промышленного сектора, сферы услуг. Действительно, последние отчеты нас только радовали. И еще один очень важный комментарий, точнее его отсутствие в качестве аргумента того, что ставка будет повышена, то, что в этот раз ФРС не сделал акцент на то, что инфляция остается низкой. Все прошлые заседания этот комментарий был, собственно, в протоколах, был в оглашении результатов заседания. Сейчас он отсутствует. То есть, буквально все верят в то, что есть базис для роста инфляции, индекс потребительских цен будет дальше расти, рост заработных плат и потребительской активности в целом, роженочные продажи будут способствовать тому, чтобы инфляция достигла своего целевого показателя. Шансы на повышение процентной ставки, либо мои лично субъективные, процентов 85%. Если будем говорить про инвестиционные банки, наши излюбленные Морган Стэнли, БиНП Париба, Джи Пи Морган Чейз, примерно 75%. Ну, то есть, гораздо больше 50%. И таких шансов, конечно же, на ужесточение монетарной политики не было очень давно. В общем, ждем декабрьское заседание и верим в то, что американец будет котироваться гораздо выше. Но нужно сейчас справиться с тем прессом, который идет на доллар в связи с политической темой. Фунт против американца 1,2327. Снова слабый доллар привел к росту и данного воритского инструмента. Вчера, правда, еще вышел отчет по активности в строительном секторе. Статистика хорошая, 52,6% с прошлого 52,3%. То есть, мы ожидали, что раз промышленное производство не дотянуло до прогноза, скорее всего, и строительство тоже не дотянет. Но отчет действительно хороший. Напоминаю, что на строительство не стоит делать большой акцент, потому что это только максимум 10% от всего экономического роста. Вот сегодня в 12.30 выйдет отчет по сфере услуг, а это больше 80% вклада в динамику ООП. Поэтому этот отчет, безусловно, будет задавать сегодня тренд. Ну и не забывайте также про то, что сегодня у нас суперчетверг. То есть, целый блок макроэкономических отчетов из Англии. Это ставка, объем выкупа активов, прогнозы по инфляции, экономическому росту, голосование членов по поводу ставки, потенциальных изменений денежной политики в будущем и протоколы. Все это будет замыкаться еще в пресс-конференции председателя Банка Англии Карни, которая состоится, по-моему, через полчаса после того, как будут опубликованы все эти протоколы и данные. Эта статистика у нас ожидается в 15.00 по московскому времени. Следом, в 15.30, как я уже отметил, конференция Карни, которая может стать причиной еще более высокой волатильности в динамике фунта. Поскольку я традиционно рассматриваю фунт только с точки зрения коротких позиций, я очень надеюсь, что сегодняшний фундамент все-таки окажет мне поддержку, как тому трейдеру, который свято верит в традиционное будущее этого инструмента. Ну и, наверное, так же, как и вам, поскольку уверен, что многие параллельно делают ставку на ослабление британцев. Доллар канадец. Сейчас котировки 1.3367. Пока мы не можем добываться до нашей поддержки 1.3350. Хотя, учитывая то, как валится нефть, могли бы уже коснуться этого уровня. Для нас 1.3350 является отправной точкой, чтобы мы снова заняли длинные позиции и ждали 1.3450. Это как минимум. Поэтому ждем этого рубежа. Австралийц против доллара никак не может преодолеть сопротивление 0.77 и хорошо, потому что в целом оснований для этого нет. Низкие инфляционные ожидания и наши с вами постоянные разговоры о снижении процентной ставки это то, что подпитывает рынок и короткую сделку по австралийцу. Уровень 0.77 держится и до этих пор даже не задумываемся о том, чтобы покупать пару. Ставим на ослабление и ждем уровень 0.70. Это, соответственно, 5. И евро против свиси. Сейчас котировки у нас 1.0786. Напоминаю то, что как только доберемся до уровня 1.08, мы снова покупаем валютную пару, потому что этот уровень будет держаться. Фактам подтвержденной сверхмягкой экономической политики, которая проводится Национальным банком Швейцарии, о сохранении крайне низких процентных ставок и возможности проведения валютных интервенций, которые также вероятны, как, собственно, и недели, и две недели сейчас. Поэтому, вспоминая комментарии Джордана, который возглавляет Национальный банк Швейцарии, все эти стимулы будут направлены на ослабление франка. Мы понимаем то, что сейчас единственная причина, из-за которой пара оказалась ниже отметки 1.08, это суперновостной повод. Действительно, это не просто какое-то решение, заседание. Это президентские выборы. И не стоит забывать о том, кто борется все-таки за кресло в овальном кабинете. Абсолютно две противоположные личности и, как ожидается, два радикальных противоположных вектора дальнейшего развития американской экономики. На следующей неделе, к концу, мы уже минуем эту тему. Будем, надеюсь, говорить о более спокойной новостной картине, более предсказуемой, которая позволит нам приблизиться к нашим с вами заветным целям по большинству валютных пар и финансовых активов. Резюмируем в плане фундамента на сегодня. В 12.30 ждем сферу слух по Англии, ждем отчет и реакция, скорее всего, будет логична. Если статистика выйдет хорошей, то фунт вырастет. Если плохой, то фунт проседит. Но основной фундамент будет после. В 15.00, как я уже отметил, ставка, объемы покупок активов и так далее. В 15.30 выступление Карни. Вот как раз от этого блока релизов я жду давления на фунт. В 15.30 заявки на пособие по безработице. И в 17.00 отчет АСМ по активности в сфере услуг США. Очень важная статистика. Надеюсь, что хотя бы она, отчасти, вдохновит покупателей-американцев. Кодовое слово на сегодня. Обвал. Величина бонуса 12%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Не могу оставить вас без новостной картины и, соответственно, того информационного фона, который сложится за сегодняшнюю торговую сессию. Завтра мы все проанализируем, несмотря на то, что в России праздничный день. Если будет время и возможность, буду рад вас всех снова видеть. Либо в прямом эфире. Это в идеале, конечно же, в 9.30 через перископ. Либо уже посмотрите запись, которая буквально через 30 минут, час доступна на нашем канале на YouTube. Если есть вопросы, можете оставлять их, как и всегда, либо на форуме о маркетинге, либо под видеобрифингом на канале на YouTube. Ну и не забывайте, конечно же, оставить лайки. Остается только пожелать вам хорошей прибыльной сессии, попутного тренда, ну и, в принципе, исключительно удачной торговли. До завтра!